Рабочий визит президента Беларуси в Россию проходит под знаком решения интеграционных вопросов. Александр Лукашенко сегодня прилетел в Санкт-Петербург, чтобы с коллегами по ЕАЭС подытожить ход развития интеграционного объединения. Однако сперва белорусский лидер провел двустороннюю встречу с Владимиром Путиным, на которой президенты обсудили ключевые моменты отношений по линии союзного государства. Сегодняшние переговоры продолжение пятичасового сочинского диалога. Несмотря на ряд нерешенных вопросов, прогресс в сотрудничестве между нашими странами налицо, отметили главы государств. Так у Беларуси и России единое оборонное пространство, единая граница и таможня на Западе. Никаких вопросов нет в работе наших дипкорпусов. Особо отметил Александр Лукашенко значительные достижения в социальной сфере и в экономическом взаимодействии. Колоссальный прогресс и в экономике, если говорить о людях. Сегодня Беларусь покупает у вас не только сырье, но и комплектующее. И на предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работает больше 10 миллионов россиян. Мы обычно умножаем, если семья на 4, представьте, сколько людей завязаны на наш с вами товарооборот, так называемый, и совместную производственную кооперацию. Поэтому, в принципе, с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора. Если и мы не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы не разбежались, как это есть, допустим, у России с другими республиками постсоветского пространства, не только с Прибалтской или там с Украиной. Это тоже достижение того, что нам и сделано за последние годы. Но вы правильно сказали, есть над чем работать. Совсем недавно, 8 декабря, мы отметили 20-летие подписания союзного договора. Мы, когда начинали этот процесс, у нас товарооборот был 9 миллиардов долларов, сейчас он 35,5. Опыт, который мы приобрели вдвоём, имею в виду между двумя государствами, в рамках этого строительства, межгосударственно широко использовался при формировании интеграционных объединений, в том числе и Евразия. Так что это имело такое пролонгированное значение не только для нас, но и для других наших партнёров. Знаю, что наши коллеги активно работали после нашей предыдущей встречи. Мы очень рады вас видеть для того, чтобы эту дискуссию продолжить. В северной столице России сегодня, кроме двусторонних переговоров президентов, пройдёт заседание Высшее Уразийского экономического совета. Лидеры стран «пятёрки» подытожат ход развития евразийской интеграции, также обсудят проблемы и перспективы работы в 2020-м, в том числе в контексте нашего будущего председательства в ЕАЭС. Снятие барьеров к этому призывает официальный Минск. Беларусь выступает за равные условия для конкуренции на общем рынке. По данным ЕЭК, сегодня насчитывается более 70 преград для интеграции наших экономик. Программой визиты также планируется, что Александр Лукашенко примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ.